Специалисты Всероссийского аналитического агентства «Левада-Центр» провели в Кировске социологическое исследование. В город приезжал известный социолог, руководитель отдела социально-культурных исследований Алексей Левинсон. О том, как проходят всероссийские исследования и что стоит за данными социологических опросов, в материале Антона Рассказова. Первый вопрос, который мы задали столичным исследователям, как же так в нашей стране более 140 миллионов человек? И как можно, спросив небольшую группу людей о выборкоагентства 1600 респондентов, понять общественное мнение целой страны? Оказывается, не только можно, но и больше людей не нужно. Правильно построенная выборка позволяет на очень небольшом количестве респондентов получить правильное мнение о распределении в целом. О том, что большинство, именно 80% поддерживает Путина, например, можно узнать, опросив даже не 1600, а вдвое меньше людей. Так называемая репрезентативность обеспечивается не за счет большого числа людей, а за счет того, что эти люди представляют различные социальные группы нашего общества именно в той пропорции, в какой эти группы представлены в этом обществе. Очень важный момент работает. Социологи Левады используют метод личных интервью, то есть никаких анкет, только живое общение. Респондентов выбирают случайно максимально, исключают человеческий фактор. Для этого существуют интересные правила. К примеру, исследователю в задании пишут зайти в третий дом от угла, в нем постучать в пятую по счету квартиру. А там четверо бабушка, папа, мама и сын студент. Приходит и спрашивает, ну, если с ним согласно разговаривать, скажите, пожалуйста, у кого из вас ближайший день рождения? Они считают, у меня вот, у меня только что было, а вот там у мамы. И, значит, надо разговаривать с ней. День рождения случайный фактор. Это тоже принцип случайности? Это принцип случайности, да. Может быть, мама не очень хочет, может быть, мама говорит, у меня там обед на кухне готовится, а папа, наоборот, только что с работы пришел и готов разговаривать. Он расположен, нет, надо исполнить вот это задание, это обязательно, да. В Кировске исследование проводилось в формате личного интервью. Помощь в формировании фокус-группы для столичных социологов оказывали их коллеги с Арктического университета Анастасия Данилина. Она поделилась наблюдениями. Для участия настоящей проблемой стали мужчины в возрасте 41-55 лет. Они напрочь отказывались взаимодействовать. Поверхностные мои наблюдения, они показывают, конечно, что кредит доверия очень низкий у этой возрастной группы мужчин. То есть они не верят, что какие-то там исследования, какие-то нововведения не могут что-то поменять. У них есть вот это ощущение того, что все решается без них, все решается за них. Это зрелые мужчины, которые способны брать на себя ответственность, которые способны там зарабатывать деньги, вести семью. И когда они понимают, что они не могут повлиять на внешние события, которые у нас происходят, как вы видите, кризисы, они очевидны, я думаю, для всех. Я думаю, что именно для вот этой возрастной группы это становится наибольшей травмой, и они быстрее теряют кредит доверия. Но это моя версия. К сожалению, вся информация об исследовании в Кировском-Падетском районе, кто бы его не заказал, правительство России, бизнес, общественные организации принадлежит заказчику и не распространяется. Но приятно, что наши заполярные голоса войдут в общую картину страны. Продолжение следует...